Привет! Я сегодня к вам с потрясающим рецептом. Рыба в картофельной шубе. Это идеальное сочетание нежной рыбы и хрустящей золотистой картофельной корочки. Для приготовления беру 500 грамм рыбного филе. Подойдет абсолютно любое рыбное филе, которое вам нравится. Я люблю пангасиус, он мягкий и очень сочный. И нарезаю порционными такими большими кусочками. Далее подготовленную рыбу я солю по вкусу. А также добавляю немного лимонного сока. Буквально 1 чайную ложку. И перец по вкусу. Теперь слегка промазываю каждый кусочек и оставляю рыбку мариноваться, пока занимаюсь другими ингредиентами. Далее беру 1 килограмм очищенного картофеля и тру на крупной терке. К картофелю добавляю 2 яйца и пропускаю через пресс 3 зубчика чеснока. Добавляю соль и перец по вкусу. Как видите, у меня картофель не сильно сочный, без большого количества жидкости. Если вы натираете на терке и у вас много картофельного сока, его нужно отжать. Затем добавлять все ингредиенты. Сюда добавляю 2 столовые ложки муки и еще раз хорошо перемешиваю. Далее рыбное филе обваливаю в муке. Это нужно для того, чтобы хорошо держался кляр. Далее при помощи ложки накладываю кляр с двух сторон на рыбу. Накладывать нужно кляр так, чтобы рыба полностью была покрыта. Через какое-то время у картофеля может отделиться сок. Ничего страшного, просто выкладывайте сверху кляр и слегка отжимаете руками. Это никак не повлияет ни на вкус, ни на качество рыбы. Теперь хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем рыбу и убавляем огонь до маленького. Жарим рыбу с двух сторон до золотистого цвета. Жарим на маленьком огне, чтобы у нас хорошо прожарился картофель, а также приготовилась рыба внутри. Пахнет очень-очень вкусно. Ну что, давайте разрежем. Получается хрустящая корочка и сочная рыбка внутри. Всем приятного аппетита и отличного настроения. До скорых встреч. Пока-пока!